Привет, дорогие друзья! В преддверии возвращения в Украину экс-президента Петра Порошенко, о котором мы еще обязательно поговорим, я вспомнил первое интервью, которое давал Владимир Зеленский, собираясь баллотироваться на пост президента Украины. Мне всегда интересно возвращаться к старым интервью, потому что ты получаешь возможность сравнить обещания, которые тогда давал Зеленский, и сравнить с тем, как он их выполнил или выполняет сейчас. И вот давайте послушаем одно из первых интервью, которое дал в свое время артист 95-го квартала Дмитрию Гордону. У нас же парламентская президентская республика. У нас почему-то президент очень имеет много ополомочий, которых у него нет просто. Нужно ли Украине вступать в ЕС и НАТО и ждут ли нас там на самом деле? Я никогда не хожу в гости, когда меня не зовут. Никогда. Не хочу чувствовать себя ущербным, не хочу чувствовать себя второго сорта. Кто нас где ждет, пусть они скажут. ЕС к нам стучится? Ребята, пожалуйста, мы вас хотим. Чего вы отказываетесь? Да нет. Понимаете, друзья, когда смотришь, что говорил Зеленский три года назад, и что он говорит сейчас, то безусловно первое, что приходит на ум, нас опять кинули. Ведь тогда он говорил одно, а сейчас он делает совсем противоположное. Тогда он нам обещал, что не будет никогда проситься туда, куда его не зовут. А сейчас он из шкуры вылазит, чтобы хоть как-то понравиться Европе. И даже внес изменения в Конституцию Украины, декларируя движение в НАТО. Хотя сам прекрасно понимает, что никто нас в обозримом будущем в НАТО не возьмет. А теперь давайте вспомним интервью, где Зеленский говорит, что не хочет никуда проситься, чтобы не чувствовать себя ущербным и не чувствовать себя человеком второго сорта. Так что, получается, что Зеленский нам тогда в интервью у Гордона врал? Конечно! А кто бы сомневался? Ведь тогда задача стояла какая? А задача стояла, говорит только то, что нравится народу Украины. Вот он и лезвий шкуры, чтобы нам всем понравиться. Ну а теперь давайте вспомним, как Владимир Зеленский обещал вести переговоры с президентом России Путиным. Как бы вы сели поговорить? Да надо говорить все очень просто. Что вы хотите? Ваши условия? Чего вы к нам пришли? Написали пункт? Что надо? Что надо, ребята? Вот ваши пункты. Потом бы я взял эти пункты. Честно говоря, мир-то надо на наши условия. Потом сказал, смотри, а вот наши пункты. Ты бы смог объяснить людям? Сто процентов. Людям. Вот, смотрите, я с ним говорил. Вот список. Класс. А вот наш список. А вот они идут на это. А дальше люди. Я вам дальше говорю. Я считаю, что надо так. То есть вы понимаете, что тогда он ни разу не заикался, что не собирается лично встречаться с Путиным. Тогда он говорил нам, что все очень просто. Что он встретился бы с Путиным и спросил бы у него, что вы хотите. А затем предложил бы наши условия. Мало того, он даже обещал посоветоваться с простыми украинцами, чтобы услышать и наше с вами мнение. И простые люди тогда смотрели это интервью и думали, ай, какой молодец. Это первый кандидат в президенты, который собирается спрашивать мнение простого народа. И главное, на этом интервью он сидел в обычном свитерочке, такой простой свой паренек. Ну, как бы парень из народа. Но, как и выбор президента, все решение на вас. Вот вам референдум. Минские соглашения не работают. Правильно? Правильно. Вы где-то слышали, за вот эти два с половиной года президентства Зеленского, что он собирается по тому или иному вопросу услышать наше с вами мнение? Я лично нет. Сейчас уже понятно совсем другое, что он отдалился от народа. Отдалился так, что дальше некуда. И что, что, а наше с вами мнение Зеленского интересуют в самую последнюю очередь. А как он красиво тогда пел про референдум. И мы, конечно, повелись. Потому что подумали, ну, наконец-то. Наконец-то придет нормальный президент, который будет прислушиваться к мнению своих избирателей. Ну, а вот что по этому поводу сейчас думает Дмитрий Гордон. Да нет, конечно, решение принимается за закрытыми дверями. И никто с народом не советуется. И, мало того, никто народу не отвечает ни на какие вопросы. Оторванность, к сожалению, от жизни. Оторванность. Но это удел большинства украинских президентов. Пока они не в этом кабинете, это проклятый кабинет какой-то. Пока они не в этом кабинете, они еще понимают людей, живут их интересами. Как только они там оказываются, они улетают в космос. Ну, а теперь про слова Зеленского о том, что он хочет, чтобы его уважали люди. Так мы ведь тоже очень хотели уважать своего президента. Потому что мы ему на выборах поверили, отдав свои голоса. А теперь мы уже поняли, что он абсолютно ничем не отличается от проходимца Порошенко. Но абсолютно ничем. Я хочу, чтобы меня уважали люди, потому что это приятно. Поэтому я никогда не пойду ни на какие условия, чтобы потерять свое честь и достоинство. Никогда. А потом будут все плакать, когда я выйду. Да, очень бы хотелось, чтобы Зеленский сам посмотрел, что он говорил перед выборами. Вы знаете, друзья, возможно, он тогда и говорил правду. Возможно, ему тогда действительно очень хотелось, чтобы его уважали простые украинцы. Но став президентом, он не устоял перед соблазнами. А о том, как он не любит, когда его критикуют, среди его подчиненных уже целые легенды ходят. Но о чести и достоинстве, я думаю, что он уже никогда вспоминать не будет. Лично для меня он свою честь потерял после одного позорного эпизода. Когда вместе со своей свитой помпезно встречал прилетевший из Китая самолет Мрию с коммерческим грузом, медицинскими масками, которые затем втридорого продавали в магазинах системы Эпицентр. И это было в то время, когда не то что у простых людей, в медицинских учреждениях катастрофически не хватало масок. Ну а теперь давайте по поводу слов Зеленского о том, что все украинцы будут плакать, когда он уйдет с поста президента. Начнем с того, что он обещал, идя на выборы, что пойдет только на один президентский срок. И мы ему тогда поверили. А теперь он нам заявляет, что уже не против баллотироваться еще раз. То есть получается, что он уходить никуда не собирается. А значит получается, что перед выборами он нам врал. Ну а теперь смотрите. По результатам работы Зеленского, через два с половиной года народ уже сейчас плачет. И это в первую очередь касается пенсионеров. Потому что они не могут, как молодежь, сорваться и уехать на заработки в Европу. Пенсионерам ничего не остается, как уповать на обещания Зеленского. А он их тупо обманул. Вот они сейчас бедные и плачут. И я думаю, еще через два с половиной года они будут не плакать, а радоваться, когда президентский термин у Зеленского закончится. А вот если он надумает пойти на второй срок, вот тогда украинцы действительно будут плакать. Ну и вот что говорит Гордон о сегодняшнем Зеленском и о том, чем он будет заниматься после своего президентского срока. Ну это не Владимир Александрович, это совершенно другой человек. Я не знаю, как он вернется в квартал. Квартал он убил собственными руками. Запретив ребятам шутить о себе, он убил квартал собственными руками. Я не знаю, куда ему будет возвращаться. Может на пепелище, может он возродит квартал. Я не знаю. Здесь я с Гордоном полностью согласен. Я сам уже очень давно не смотрю 95-й квартал. Поскольку он мне стал абсолютно неинтересен. Ранее мы всегда с интересом смотрели критику на Януковича, Порошенко и других политиков. А сейчас 95-му кварталу критиковать президента уже нельзя. Конечно, это и неправильно, и несправедливо. Ну и в заключении давайте послушаем, что сегодня собой представляет Владимир Зеленский, находящийся на посту президента Украины. Сегодня это глубоко, глубоко раненый человек, жесткий, иногда жестокий, комплексующий, рефлексирующий, болезненно относящийся к критике, немогущий провести реформ, окруживший себя идиотами и подхалимами. И с Гордоном тяжело не согласиться. Вывод уже можно четко сказать, что миссию свою Зеленский не выполнил. Ну а мы с нетерпением ждем завтрашний день, день возвращения Святого Петра в Украину. И я обязательно сделаю выпуск на эту тему. А на этом, друзья, у меня на сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. И до новых встреч.